Сказал, что мало было по доходной части бюджета, в основном все по расходу. Я в школе учился, знаю законные физики, сохранения, да? Если куда-то отдать, надо у кого-то отнять. Вот, собственно, у кого отнять, никто не сказал. Бля распахать и работать. Где отнять? Рыбу выращивайте, теплое водохранилище. Теплицы, свинокомплексы открывайте. Ну, да, я знаю, кто-то человек выступит. Он вышел выступить, у вас не поменяли его, поэтому соблюдайте порядок, пожалуйста. Значит, по первому выступающему дороге я согласен, однако я был во многих приятных городах нашей страны, только в Сосновом Бару не был. И могу сказать, что в Лесногорске дороги лучше, чем во всех этих городах. Они достаточно хорошие. Ну, неправда. Я считаю, что некоторые яркие, и я там не бывает. А я, Крисеич, предложил выделить на это 50 миллионов рублей, что составляет 10% от бюджета города. Я читал неделю это все, я подготовился, я не просто пришел, как вы здесь все выражаетесь, Значит, я согласен, что дороги можно ремонтировать, но не в тех объемах, которые, значит, предлагают первые выступающие. Значит, я не помню, как зовут, к сожалению, по набережной, и я по ним ходил, гуляю часто. И согласен, что она требует ремонта, однако я представляю, да, какой объем этих средств, и забрать его из города. Я предлагаю, что это нужно каких-то грантов участвовать, инициативным людям, специально обученные люди знают, куда подавать заявки. Постоянно эти заявки в нашей администрации просматриваются, поэтому выиграем, сделаем. А у города отбирать, я считаю, не нужно. Значит, Новиков Иван Владимирович вышел, я так понял, под предлогом своей земли, однако рассказывал про убыточный бюджет, и ориентировал свое выступление по 2021 году, и говорил, что тут цифра меньше на 7 миллионов рублей. Однако я ничего не сказал, что в 2022 году сумма больше на 9 миллионов рублей, а если сложить эти цифры и поделить на 3, то получится, что у нас бюджет профицит, ну, не профицит, а в бюджете на 500 тысяч рублей ежегодно. Как вы почему-то не говорите о 2022 году, хотя так рьяно говорить о 2021 году. Я еще не многодетный, пока не знаю, вот сделали, вот это будет. Почему мне плевать? Еще раз говорю, Иван Владимирович, соглашайте, пожалуйста, порядок на обзорное мероприятие. По четверти остопа Ледового дворца, я соглашусь, но где взять денег, тоже не знаю пока. По пятому, акция Гагасича от Ульяна говорит, верните нам вокзал. Вот мне пока еще 32 года, и я на вокзале, ну, в детстве только вот был, а когда прогресс шагнул вперед, я там проходил нема, там, ну, людей было 3 человека. Я считаю, что нужно жить по-настоящему, а автовокзал, да, как вы, у нас прекрасные остановки, все ездят. Автовокзал не нужен, короче. Не знаю, что вы, у нас есть конкретная смера, у нас есть транспортная компания, мы все живем по-настоящему, выходите вовремя, садитесь и поехали. Не надо мерзнуть, не надо стоять под дождем. На, ну, нет машины. Хорошное сообщение, в бюджете деньги вытянут 9 миллионов рублей, компенсации там, все написано, если на вас смотрите. Мы не можем. Запомните Минина, ему не надо автовокзал. Значит, 5-дневой организации, собственно... Стоять и важна, мужики. Да, согласно, мы представители. Наверное, надо уделить этому вопросу какую-то проработку, но не дать отвечать, что у нас все плохо и мы тонем. Нет, не став, мы тонем, а в нем нет. Ну, больше всего, куда-то внизу, это все отлично. Вот, и, собственно, мне понравился выступление Шестникова, Антона Викторовича, он сказал, что, ну, образно выражаясь, нужно поменять налоговую систему, видимо. У меня, знаете, мотоцикл есть, я плачу за него 4 тысячи рублей в год налога, и он у меня полгода стоит в гараже, потому что у нас снима на улице. И вот, действительно, у меня такая длительная Смоленская администрация, что это мои проблемы. Поэтому, если вы считаете, что Деснокорский городсовет может изменить налоговую систему Российской Федерации, то я предлагаю вам возглавить это направление тогда, ну, и как-то поработать в этом. Вот. И, собственно, что хотел бы сказать в итоге своего небольшого выступления. Я в эпоху предвыборной, так сказать, агитации в этом году участвовал и прошел много дворов, и сделал много, считаю, хороших дел. Вот. Смотрел на своих оппонентов, смотря на своих оппонентов, я считаю, что самым большим их достижением это был перенос этого совещания вот в этот зал за все три года их существования.